Напишите, как меня слышно, как меня видно от единички до пятерки. Дайте мне обратную связь и напишите, кто будет рисовать тоже. Напишите, буду рисовать, буду смотреть. Как я уже сказала, что вы выбрали пропушарное рисование, я предлагала рисовать энергетические картины. Ага, вижу пятерочки, отлично. Не захотели рисовать энергетические картины. Ну ладно, что же теперь. На самом деле я сейчас скажу такой нюанс, что энергетическая картинка... Да, добрый день, кто присоединяется. Энергетические картины – это один из моментов, один из способов создания, когда мы перед тем, как рисуем, делаем настройку на картины, настройку, формируем намерение. И вот как раз, раз вы не захотели арт-терапии и рисовать энергетические картины, то рисовать буду я. Знаете, что это будет энергетическая картина. Для вас это будет просто пропушарное рисование. У меня тут в фону будет мой молодой человек немножко разговаривать. К сожалению, не успел уснуть. Я тоже надеюсь, что он нам не помешается. Я с ним договорилась. Что ещё хотела сказать? Вот то, что сейчас... Ну, на самом деле, у меня вот... Как бы сделаю... Водно, наверное, совершенно неожиданно для себя я решила подпростыть. У меня дети переболели. Теперь настала моя очередь. Я никак из себя эту программу не уберу, что после того, как дети переболели, маме можно выдохнуть. Но ничего страшного. Я работаю над этим. И вот один из моментов. Как раз-таки сейчас мне захотелось. Мне нужен приток энергии. Мне нужны силы для подкрепления. То есть, если вчера вечером у меня были планы нарисовать, вот было пару сюжетов на выбор, думаю, ну, почувствую, что хочется. Да, вот здесь я всегда, когда рисую в прямом эфире, я иду по энергиям дня, иду под запрос, что хотят, что будет наилучшим образом. И вот вчера у меня были такие вот пара идей, но так как я немножко приболела, то у меня возникла такая идея. То, что сейчас буду рисовать, это будет как раз именно сейчас, именно то, что мне нужно. И, возможно, вам, так как, в принципе, весна авитаминоз, тема актуальна, тема набора энергии. И поэтому я надеюсь, что вам будет полезно. Напишите, кто будет рисовать, напишите, кто будет просто смотреть, напишите, кто посмотрит, вернее, порисует после прямого эфира. Это тоже важно. И прежде чем мы начнем, я все-таки напомню, что у нас идет, у меня идет набор на тренинг цветотерапии гармонизации чакр. И если вы хотите, вот как сейчас, да, вот энергетические картины мы там тоже будем рисовать. Если вы хотите залатать энергетические дыры и найти, набраться сил для того, чтобы решать какие-то свои задачи, для своих целей, для решения проблем. Если вы хотите решить вопросы с самооценкой, вопросы с влиянием на других, да, вопросы со взаимоотношениями, это все туда, это все в этот тренинг. Тренинг очень разносторонний по задачам. Дружок, чуть попозже. У мамы прямой эфир. Мама, давай потом мы с тобой обсудим, что это такое. Это мама прямой эфир. Прошу прощения, я отвлекаюсь. Это жизненно. Ну так вот, о чем я. О том, что тренинг это, мы будем там рисовать энергетические картины, мы будем разными способами наполняться энергиями, решать свои внутренние, прорешивать, ограничивающие убеждения, менять их. Мы будем много чего делать интересного с помощью цвета, с помощью красок. И тем самым мы добавляем удовольствие в жизнь. То есть получается, что мы научимся решать проблемы легко и играючи. Более того, кто-то уже знает, что я иду сейчас на обучение по нейрографике. Я ей владела на таком, скажем, базовом уровне. И я вот иду для повышения квалификации. И вот все, что я там получу, это тоже будет на тренинге. Итак, я давайте переключаю на рабочее место, на свое творческо-художественное. И будем рисовать энергетические картины. Для меня это будет энергетическая картина, для вас это будет просто про обошарное рисование. Так, сейчас я переключаю, немножко настроюсь. Так, я, наверное, вот так вот поставлю. Обратите внимание, листок у меня немножко залятан. Не было ни сил, ни желания искать другой. Опять же, это ничего страшного. Так, так, так. Как мне поставить, чтобы это было вам видно? Ладно, не мешало мне. Так, так, так. Вот чуть-чуть сбоку, но при этом все видно. Давайте я выключаю комментарии, потом я еще включу их. Но вам так будет лучше видно. Еще раз скажу, я делаю, делаю настройку, и это будет у меня картина для набора энергии, картина для выздоровления скорейшего, приход в себя. Я беру белую краску, беру толстую кисточку и просто вот делаю фон. Чуть-чуть еще смочу. Теперь я беру и ввожу цвет. Пусть у меня будет вот такой яркий, насыщенный цвет. Красный цвет, пока не высохло, я делаю переходы, плавные переходы. Желтый цвет. Можно даже чуть-чуть фиолетового цвета. Прям мне хочется вот тут яркий, насыщенный цвет с ней запустить. И теперь я беру коричневый цвет. Коричневый смешиваю. А давайте, нет, будет не коричневый, а синий с фиолетовым. И вот так вот. Можно даже, знаете, чтобы рука слегка дрожала. И вот сейчас я сравниваю, чтобы у меня был однотонный оттенок, чтобы фон не просвечивал. Как вариант, можно, конечно, подсушить фон. Но у меня такая быстрая живопись, это вот особенность именно данного вида правополушарного рисования, что мы рисуем а-ля прима, по-мокрому. Поэтому очень важно, чтобы краска была густая и перекрывала фон. Можно чуть-чуть фиолетового вот тут пустить по верху, по самому верху. И теперь я беру черный цвет, делаю второй слой горной гряды. Немножко обликует из-за света, из-за телефона, но когда высохнет, оно так обликовать не будет. И вот прям горную такую гряду. И теперь, сейчас, минутку. У меня кот не поладил с ребенком. И смотрите, я беру палец и немножко макаю его в воду. И вот так вот размазываю. И обратно опять в воду и размазываю. У нас такая вот дымка получается. Ну и, собственно, все. Можно вот тут. Можно как вариант. Если я хочу еще что-то добавить, то беру белую краску. И вот тут немножко. И вот с водой вместе. Вот так у нас получается такая вот дымка вдали. Туман. Рассветное утро. Она, видите, за счет того, что жидкая, расплывается краска. И вот эффект тумана. И после этого я опять беру и пальчиком размазываю. Я возвращаю вас. Включаю комментарий. У нас такой вот экспресс получился. Мой эфир. Я, думаю, что-то побольше и посложнее порисовала. Но у меня тут молодой человек тоже просит рисовать. Напишите, какие-то вопросы возникли. Как что рисовать, как не рисовать. Если нет вопросов, то давайте тогда, наверное, я буду завершать прямой эфир. Причем, ну, еще раз напомню, да, что приходите на курс. Ссылка в шапке профиля. Мы там будем рисовать именно энергетические картины на состояние. На состояние, на решение проблем, задач. Вот можно, знаете, вот прям такое вот белое облако. И также мы пальчиком потихоньку смазываем, втираем. Да, приходите скорее домой и рисуйте. Вижу ваши комментарии. Вот так, видите, как все просто и легко. Нету ничего страшного, нету ничего сложного. В итоге, если вы, особенно на большом формате, но на курсе мы будем на большем формате рисовать, там как раз у вас будут прям готовые-готовые работы. Так что приходите на курс. Жду вас, ссылка в шапке профиля. Будете рисовать со смыслом. Потому что на самом деле, вот сколько я изучаю, как рисовать энергетические картины, никто не объясняет, никто ничего не говорит. А я вам расскажу. Все, да, спасибо за ваши сердечки. Вот это вот прям, сколько у нас получается? Десять минут мы нарисовали. Жду ваших десять минут. Обратите внимание, что не надо много времени, чтобы творить. Главное, больше времени отнимает подготовка красок. Да, здравствуйте. У нас на самом деле, закрываю я уже, завершаю прямой эфир, потому что все, что хотела сказать, я сказала. И запись будет доступна. Вот, посмотрите на что получилось. Посмотрите. Тём, если остались вопросы, пишите в директ, пишите после эфира, пересматривайте. Пока-пока.